Владелец этой иномарки долгое время не платил по счетам. В итоге за горячую воду и отопление образовался приличный долг. Погасить его добровольно после первого общения с судебными приставами собственник не посчитал нужным. Поэтому сегодня он пересаживается на общественный транспорт. Автомобиль арестовали и отправили на специализированную стоянку. И если мужчина не внесет сумму на расчетный счет, то машина будет продана. В таких случаях должники стараются найти денежные средства и могут на следующий день, либо через несколько дней уже оплатить сумму за должности. Транспортные средства за долги судебные приставы забирают регулярно. Хотя есть еще одна жесткая мера. Для тысячи горожан этим летом закрыта дорога за границу. Отправиться отдыхать люди не могут все по той же причине. Долги за горячую воду и отопление. Также на расчетные счета, которые имеются у должников, накладываются аресты. То есть исполнительный документ может быть направлен также по месту получения иного дохода. То есть по месту работы должника, по месту получения им пенсии. Специалисты Бийского теплосбытового подразделения Сибирской генерирующей компании открыты для разговора и готовы пойти навстречу должникам. Потому как ситуации бывают разные. Если нет возможности погасить весь долг сразу, можно оформить своего рода рассрочку. Учитывая материальное положение, какие-то жизненные ситуации человека, тоже наша компания идет на некие уступки. Пытаемся найти общий язык. Поэтому, если у вас возникли трудности с оплатой, обращайтесь в офис теплосбытового подразделения СГК. Также можно позвонить по телефону 230-730. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. И все же стоит помнить, если вы пользуетесь коммунальными услугами, не забывайте оплачивать их, иначе к вам придут судебные приставы. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Будни.